МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь Кошин и генеральный директор компании «Русь-Ведь-Петра» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому окружные учреждения профессионального образования смогут значительно улучшить свою материально-техническую базу. Договоренность о приобретении нового оборудования для Ненецкого аграрно-экономического техникума, социально-гуманитарного колледжа и Ненецкого профессионального училища была достигнута в ходе встречи главы региона с коллективами этих учреждений 23 мая 2017 года. Реалии сегодняшнего дня диктуют свои условия. В Ненецком округе необходимо менять структуру занятости, но чтобы ее изменить, нужно готовить специалистов, получивших своевременное и, самое главное, качественное образование, готовыми работать по современным технологиям. В частности, в нефтегазовой отрасли. В рамках достигнутых договоренностей компания «Русь-Ведь-Петра» направит 70 миллионов рублей на обновление материальной базы учреждений. Своевременную помощь получат все три учебных заведения округа – ПТУ, социально-гуманитарный колледж и аграрно-экономический техникум. Я надеюсь, что уже осенью будет ночное оборудование. А последующие мы должны связать предприятия и учебный центр, то есть наши учебные заведения, с тем, чтобы уже начиналась производственная практика на конкретном предприятии, в конкретных производственных условиях. Вот если эту задачу мы решим, тогда мы дадим шанс нашим ребятам получить современное компетентное образование и в будущем получить очень качественное, высокооплачиваемое рабочее место. Данные статистики показывают, в Ненецком округе процесс граждан, трудоустроенных по профессии, на сегодняшний день крайне невысок, как и процент жителей округа, работающих в нефтяных и сервисных компаниях. Сотрудничество с компанией «Русфель Петро» позволит готовить квалифицированные кадры, которые смогут конкурировать с другими специалистами. Мы стараемся эту инициативу поддержать и приложить максимальное усилие, для того, чтобы получить положительный эффект. Значит, не секрет, что на самом деле есть сегодня конкуренция, есть рынок выбора специалистов. Получилось так, что специалистов выходит много. Не все достойны работать в ТЭКе, я имею в виду, как уровень профессионализма на первой стадии. Поэтому обращение губернатора к нам на сегодняшний день профинансировать учебные заведения округа, значит, мы его поддержали. Валерий Клинчев также отметил, что компания готова продолжать взаимодействие с властями региона в области его социально-экономического развития. Депутаты Госдумы сегодня в первом чтении приняли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс России, которые направлены на защиту медицинских работников. О необходимости данных норм российские медики говорили неоднократно, в том числе и медики Ненинского округа. Только в прошлом году в России было 1226 случаев угроз и насилия со стороны жителей страны, которые воспрепятствовали работе медицинских работников. Мы рассматриваем такой комплекс мер и административных, и уголовных, которые направлены в защиту медицинских работников. Если нанесен легкий вред здоровью медицинского работника, лишение свободы до двух лет, угроза убийством до пяти лет лишения свободы, мы ввели новый самостоятельный состав при воспрепятствовании деятельности законной врача. Предусматривается не только уголовная ответственность, но и штрафы. Поэтому такой комплекс мер, на мой взгляд, как раз позволит защитить работу медицинского работника. Напомню, сегодня поправки в Уголовно-процессуальный кодекс были приняты депутатами Госдумы в первом чтении. Впереди еще два. Как отметил Сергей Коткин, затягивать с принятием поправок в окончательном чтении парламентарии не намерены. Платное профобразование в регионе может стать частично платным по принципу софинансирования. Департамент образования, культуры и спорта Ненинского округа внес на рассмотрение собрание депутатов законопроект, принятие которого позволит частично освободить отплаты за образовательные услуги учащихся в средних профессиональных образовании региона. Речь идет о вновь поступивших студентах. При этом предлагается предусмотреть софинансирование только по одной образовательной программе в каждом государственном профессиональном образовательном учреждении региона. Ненинском профессиональном училище, Ненинском аграрно-экономическом техникуме имени Волкова и социально-гуманитарном колледже имени Выучейского. Предложение о софинансировании платного образования родилось на встрече губернатора Игоря Кошина с коллективами профессиональных образовательных организаций. Педагогическое сообщество обеспокоено тем, что на протяжении последних трех учебных лет объем контрольных цифр приемов профучреждения округа стабильно сокращается. Это связано с ограниченным финансированием, предусмотренным в окружном бюджете на предоставление среднего профессионального образования в Ненинском округе. За последние три года контингент сократился с 345 до 175 человек. У нас, собственно говоря, слабый набор 10 классов школы и ограниченный набор нашей профы по системе, которая была до сих пор. Поэтому департамент предлагает ввести понятие софинансирования, которое у нас, собственно говоря, хорошо отработано на питании, на топ-образовании. И вот этот принцип – да. С тем, чтобы облегчить получение образования нашим детям. Законопроектам предлагается предусмотреть софинансирование по одной образовательной программе среднего профессионального образования в каждой организации – в Ненинском профессиональном училище, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, в Ненинском аграрно-экономическом техникуме – поварское и кондитерское дело, в социально-гуманитарном колледже – документальное обеспечение и архивоведение. Предполагается, что принцип софинансирования образовательной услуги в профессиональных учреждениях будет аналогичен принципу софинансирования услуги дополнительного образования и предоставления горячего питания в школах Ненинского округа, где 80% от объёма затрат берёт на себя бюджет округа, а 20% расходов осуществляет получатель услуги. Стоимость для обучающихся, исходя из 20% софинансирования по указанным специальностям, в среднем по всем учреждениям составит около 22 тысяч рублей. В парламентарии проголосовали за вынесение законопроекта на рассмотрение сессии в первом и во втором окончательном чтениях, отметив, что ни в одном субъекте России подобной практики нет. В случае принятия законопроекта на сессии 22 июня софинансирование образовательных услуг в профучреждениях начнёт действовать уже с 1 сентября. В 2017 году на реализацию законопроекта дополнительно из окружного бюджета потребуется более 2 миллионов рублей. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Все деревья посажены. В Наринмаре завершилась ежегодная акция «Всероссийский день посадки деревьев». За два дня удалось посадить около 500 саженцев. Многодетные родители против магазинов в своём дворе. Будет ли найден компромисс? Смотрите в выпуске. В Наринмаре завершилась ежегодная акция «Всероссийский день посадки деревьев». За два дня удалось посадить около 500 саженцев. Маленькие деревца появились у школы номер 3, 5 имени Антона Пырерки Ненецкого аграрно-экономического техникума. Озеленились дворы детских садов «Теремок», «Росток», «Кораблик» и детская площадка по улице Меньшикова. Саженцы берёзы, ели, ивы и лиственницы местные. А значит, шанс, что большая часть насаждений приживётся, есть. Для озеленения территории Ненецкой окружной больницы Анатолий Мяндин выбрал берёзу. Говорит, хорошо приживается на новом месте и приносит здоровье. Каждым летом заготавливаю веники. Веники из берёзы. И берёза даёт здоровье, когда ты паришься в бане. Это самый лучший веник. Я считаю, что он всё-таки должен быть берёзом. Это раз. Во-вторых, эта берёза сажается на территории больничного комплекса. И я считаю, что она должна своим, когда она расцветёт, своим присутствием здесь радовать больных и давать им больше позитива и настроя на быстрейшее оздоровление. Радовать глаз зеленью очень важно для северян. После долгой зимы организму требуются яркие краски и свежий воздух. Это могут дать деревья, которых на улицах города пока ещё немного. Благодаря инициативе экологов каждый год в Наринмаре проходит акция «Всероссийский день посадки леса». Озеленение превращают в общественный праздник. Чтобы украсить свой двор или улицу, захотел каждый. К тому же саженцы можно получить в департаменте природопользования, предварительно подав заявку. У нас были заявки и от физических лиц на предоставление саженцев. То есть, кто обращался, саженцы получили. Большая благодарность у нас для… Благодарны всем участникам. Особенно хочется отметить студентов-экологов, которые непосредственно саженцы выкапывали. Это наиболее трудоёмкая часть всей акции. Акция проходит в пятый раз. И за это время насаждения появились у библиотеки имени Печкова, Краевеческого музея на территории Богоявленского храма. В этом году деревья посадили у школ, детских садов и организаций. 150 саженцев отправились в посёлок Искателей, 50 – в частные хозяйства. Всего за два дня акции посажено около 500 деревьев. По словам губернатора Ненецкого округа, озеленение – важная часть в благоустройстве города. Чтобы жизнь в Нарьинмаре была комфортной, предстоит большая работа по уборке улиц, обустройству дорог, ремонту коммунальных сетей и водозабора. С совместными усилиями двух бюджетов, конечно же, всю инфраструктуру нужно приводить в порядок. Но помимо инфраструктуры, то, что лежит в земле, то, что не видно глазу, но оно должно работать, безусловно, нужно ещё думать и о внешней стороне. Это и тротуары, это и плитка. Безусловно, у нас озеленение требует и центральная часть, и в принципе, скажем так, ну даже я не буду называть это окраинами, но там, где заканчиваются границы города, это закребётка, это безусловно, у нас очень много песка и на Сахалине, и РСУ. В следующем году организаторы акций планируют разнообразить ассортимент деревьев, заготовить саженцы рябины и черёмухи, и, конечно, привлечь больше горожан, ведь сделать город зелёным может каждый. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Многодетные родители, проживающие по улице Сущинского, 4, выступают против строительства магазина в своём дворе. По их мнению, пустующее место идеально подходит для размещения большой и комфортной детской площадки. За помощью в разрешении спора активные граждане обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Общественники вместе с представителями исполнительной власти города и округа, а также собственникам будущего торгового павильона попытались найти компромисс. Мне кажется, здесь идеальное место. Дом закрывает от сквозняка частично, и площадка просматривается со всех окон. Здесь можно сделать хорошую площадку. Здесь много в этом районе семей неблагополучных, семей социального риска, многодетных. И хотелось бы, чтобы у них детство было хотя бы на детской площадке. Жильцы дома номер 4 по улице Сущинского заехали в этот большой строящийся микрорайон в 2015 году. На протяжении двух лет активные мамы пишут письма в различные инстанции с просьбой установить в их дворе комфортную, а главное, безопасную детскую площадку. По мнению молодых родителей, та, что есть сейчас, травмоопасна и не вмещает всех желающих. Только в одном четвёртом доме проживает 17 многодетных семей с четырьмя и более маленькими детьми. Под площадку для своих чад активные родители присмотрели хороший участок прямо во дворе дома. Новость о том, что в ближайшее время на этой территории появится большой торговый павильон, застала родителей врасплох. Вот будет такое красивое здание. Полторы тысячи квадратных метров. Стеклянные. Внутри стеклянные эти самые будут. Парковка вся будет. Парковка до 15 машин. Плюс благоустройство территории. Всё здесь будет сделано. У вас будет красивый район. И красивый магазин. Будет промышленный, хозяйственный, продовольственный магазин. Будет общественное питание, закусочное на 50 мест, чтобы люди могли прийти покушать, пообедать, и всё прочее. Разве это плохо, если в таком районе будет хороший магазин? Участок земли площадью 3800 квадратных метров городское потребительское общество получило в аренду в 2014 году. С этого времени исправно платит налоги. И сегодня нет никаких оснований для того, чтобы изъять этот участок у предпринимателей, пояснила представитель профильного окружного ведомства Анастасия Голговская. Что касается сроков строительства магазина, то, по словам Светланы Паусовой, модульное здание магазина уже закуплено. И речной навигации в скором времени будет доставлено в Наринмар. К Новому году магазин может открыть свои двери для покупателей. Я считаю, что Горпо, вообще-то, они уже зарекомендовали себя как социально ответственных партнёров. Ну а дети-то куда денутся? Чаяния многодетных родителей понятны и обоснованы. Но в микрорайоне также проживает много пенсионеров и инвалидов, которым нужен магазин шаговой доступности. Общими усилиями жильцы дома, представители органов власти, собственник будущего торгового павильона и активисты Общероссийского народного фронта выработали два варианта развития ситуации. Предприятие готово отдать частично, потом уже, когда построится здание, они готовы выделить участок для того, чтобы жители сами могли распроедиться им, как они считают нужным. Но, с другой стороны, мы видим, что и та же маленькая площадка, которая рядом с ним находится, детская, она тоже недостаточно благоустроена для того, чтобы занимались дети. Мы надеемся, что наши просьбы в управляющую компанию помогут им ее достроить, доделать, и чтобы детям было здесь комфортно. Второй вариант – принять участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Активисты Общероссийского народного фронта помогут жителям оформить соответствующую заявку. Но это перспектива уже следующего года. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». По горячим следам. Велосипед, дрель и мобильный телефон. В Наринмаре по горячим следам сотрудниками полиции раскрыты два преступления. Наринмарские полицейские раскрыли кражу велосипеда и возбудили уголовное дело по факту кражи имущества из квартиры в отношении жителя Наринмара. Оба преступления правоохранители раскрыли буквально по горячим следам. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что несовершеннолетний житель округа 2008 года рождения совершил кражу велосипеда из подъезда жилого дома по улице Ленина. На момент совершения кражи велосипед стоял в подъезде без противоугонного устройства. Сотрудниками полиции похищенное транспортное средство изъято и возвращено владельцу. В связи с участившимися случаями совершения преступления просим владельцев велосипедов обращать внимание на необходимость их сохранности и оборудование противоугонными средствами. Еще одно дело возбуждено по факту кражи имущества из квартиры в отношении жителя Наринмара. 15 июня в дежурную часть полиции обратился житель города с заявлением о краже имущества из его квартиры. Прибывшие на указанный заявителем адрес сотрудники полиции установили, что потерпевший на своей квартире распивал спиртное со знакомым, а когда уснул, его приятель совершил кищение электродрели и мобильного телефона. От начальника смены дежурной части УМД России по Нинскому фронтуному округу нами была получена ориентировка на гражданина, который совершил кражу. Работая по данной ориентировке, нам удовольствует задержать данного гражданина. По данному факту, следователям следственного отдела УМВД России по Нинницкому округу в отношении жителя округа возбуждено уголовное дело. Светофор собирает друзей. В Нинницком округе в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения» прошел фестиваль детского творчества среди дошкольных образовательных организаций и детей, посещающих летние лагеря при образовательных организациях. Свою работу пятилетняя Ира Громова из Центра развития ребенка в поселке Искатели делала вместе с бабушкой и мамой. Девочка вообще считает себя довольно творческой личностью, что и продемонстрировала в своей работе, сделав светофор по технике оригами. И чтобы люди знали, что красное – это остановиться, а желтое – это приготовиться, а зеленое – это уже ехать. Светофор из коробки от молока, из пластилина, цветной бумаги и даже в виде мягкой игрушки. Конечно, такие работы малышам не сделать без помощи взрослых. По словам воспитателей и сотрудников полиции, родители с большим желанием и энтузиазмом откликнулись для участия в этом конкурсе. У нас очень хорошая работа, взаимосвязь с нашими родителями. Они очень отзывчивые, очень творческие, творчески активные. Это очень нас с раз всех радует. Вот замечательный конкурс у нас сейчас, светофорик. И одна из мам и пап сделали, ну одна из семей, сделали вот такого светофорика. Он очень познавателен для наших ребяток и прослужит, думаем, длительное время. Вообще, коллектив детского сада «Гнездышко» поселка Искатели поражает своей креативностью и творческим запалом. Зайдя в стены, сразу окунаешься в атмосферу детства и праздника. По словам воспитателей, различные мероприятия проходят буквально каждую неделю. Особое внимание уделяется безопасности ребят на дорогах. В течение всего учебного года в нашем детском саду проходят тематические недели по безопасным дорожным движениям. В рамках которых мы вместе с детьми гуляем на улицах нашего поселка Искателей. Проводим такие мероприятия, как «Приключения светофорчика» и «Буратино». Это мероприятие нацелено, значит, естественно, главная мысль – это предупреждение детского дорожного транспортного травматизма. Мероприятие, значит, проходит в рамках фестиваля творческих работ. Ребята со своими родителями предоставляют работы в виде рисунков и поделок. Всего в фестивале «Светофор собирает друзей» в 2017 году приняли участие 6 организаций Ненинского округа и более 100 семей. Основная цель мероприятия – формирование безопасного поведения детей на дороге, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, повышение уровня подготовки детей в области безопасности дорожного движения и поддержка одаренных детей. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова